Флодрокортизон инструкция по применению лекарственного препарата. Владелец регистрационного удостоверения, формзащита НПЦ в ГУП, Россия, КОТЭТИКС, H02A02, активное вещество, флодрокортизон. Лекарственная форма, флодрокортизон, форма выпуска, упаковка и состав препарата флодрокортизон. Таблетки белого или почти белого цвета, круглые, пласкоцилиндрические, с фаской, с риской и гравировкой F на одной стороне. Допускается мраморность окраски. 1 ТАП, флодрокортизон и ацетат 100 мкг вспомогательные вещества, целлюлоза микрокристаллическая 189-9 мг по видам. К 25-8 мг кремния диоксид коллоидный 1 мг магниэстерат 1 мг. 10 штат упаковки контурные ячейковые 1 пачки картонные. 10 штат упаковки контурные ячейковые 3 пачки картонные. Клиника фармакологическая группа гормон коры надпочечников. Минералокортикоид фармакотерапевтическая группа. Минералокортикостероид фармакологическое действие. Кортикостероид с выраженной минералокортикоидной активностью и глюкокортикоидной активностью. Минералокортикоидное действие обусловлено связыванием с минералокортикоидными рецепторами в цитоплазме клеток мишени. В первую очередь, в клетках собирательных трубочек почек. В результате происходит увеличение реабсорбции натрия, выведение калия и водорода, при этом наблюдается задержка воды. Повышается также реабсорбция натрия в потовых и слюнных железах, слизистой оболочке ЖКТ и через клеточные мембраны. Обладая глюкокортикоидной активностью, флодрокортизон подавляет функции лейкоцитов и тканевых макрофагов. Ограничивает миграцию лейкоцитов в область воспаления. Нарушает способность макрофагов к фагоцитозу, а также к образованию энтерлейкина-1. Способствует стабилизации лизосомальных мембран, снижая тем самым концентрацию протеолитических ферментов в области воспаления. Уменьшает проницаемость капилляров, обусловленную высвобождением гистамина. Подавляет активность фибробластов и образование коллагена. Флодрокортизон ингибирует активность фосфолипаза-2, что приводит к подавлению синтеза простагландинов и лейкатриенов. Подавляет высвобождение ЦОК, главным образом ЦОК-2, что также способствует уменьшению выработки простагландинов. Уменьшает число циркулирующих лимфоцитов Т и Б клеток, моноцитов и азинофилов и базофилов вследствие их перемещения из сосудистого. Русло в лимфоидную ткань подавляет образование антител. Флодрокортизон подавляет высвобождение гипофизом АКТГ и бета-липотропина, но не снижает уровень циркулирующего бета-эндорфина, угнетает секрецию ТТГ и СГ. При непосредственной аппликации на сосуды вызывает вазоконстрикторный эффект. Стимулирует глюканиогенез, способствует захвату аминокислот печенью и почками и повышает активность ферментов глюканиогенеза. В печени флодрокортизон усиливает депонирование гликогена, стимулируя активность гликоген-синтетаза и синтез глюкозы из продуктов белкового обмена. Повышение содержания глюкозы в крови активизирует выделение инсулина. Подавляет захват глюкозы жировыми клетками, что приводит к активации липолиза. Однако вследствие увеличения секреции инсулина происходит стимуляция липогенеза, что приводит к накоплению жира. Оказывает катаболическое действие в лимфоидной и соединительной ткани, мышцах, жировой ткани, коже, костной ткани. В результате катаболического действия возможно подавление роста у детей. В высоких дозах флодрокортизон может повышать возбудимость тканей мозга и способствует понижению порога судорожной готовности. Стимулирует избыточную продукцию хлористоводородной кислоты и пепсинов в желудке, что способствует развитию пептической язвы. По сравнению с гидрокортизоном, способность флодрокортизона задерживать ионы натрия в организме выражена в 250-й год раз сильнее, противовоспалительная. Активность в 10 раз сильнее. Показания к применению для приема внутрь. Заместительная терапия при выраженной недостаточности коры надпочечников, в частности при болезни Адисона адреногенитальной. Синдром, сопровождающийся повышенным выделением натрия из организма, тяжелая ортостатическая гипотензия. Для местного применения – острый аллергический кератит и другие аллергические состояния глазного яблока. Возможно применение при травмах глазного яблока для уменьшения симптомов воспаления. Способ применения дозы Способ применения и режим дозирования конкретного препарата зависят от его формы выпуска и других факторов. Оптимальный режим дозирования определяет врач. Следует строго соблюдать соответствие используемой лекарственной формы конкретного препарата показаниям к применению и режиму дозирования. При приеме внутрь, в зависимости от клинической ситуации, доза варьирует от 100 мкг 3 раза в неделю до 200 мкг 1 раз. Суд. Местно применяют 1-3 раза в суд. Продолжительность лечения – не более 2 недель. Противопоказания к применению. Повышенная чувствительность к флодрокортизону. Для приема внутрь психические заболевания в анамнезе, опоясывающие лишай, амбиоз, системные микозы, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, астеопороз. Период до и после иммунизации. Для местного применения – грибковые и бактериальные заболевания глаз. Особые указания с осторожностью и по строгим показаниям применяют при эрозивно-язвенных поражениях ЖКТ в анамнезе, миостении, дивертикулитах, недавно. Выполненных анастомозах кишечника, склонности к тромбоэмболиям, метастазирующей карциноме. В период лечения пациентам с сахарным диабетом необходим регулярный контроль уровня глюкозы в крови. При длительном лечении необходим контроль уровня калия в крови. Во избежание появления отеков повышения необходимо ограничить потребление соли. Не следует применять внутрь в качестве противовоспалительного средства при заболеваниях, при которых обычно показано применение ГКС. Например, при ревматоидном артрите, аллергических состояниях или дерматозах. С особой осторожностью применяют местно при вирусных заболеваниях глаз. Превышение рекомендуемой продолжительности приема возможно только при значительном снижении дозы под постоянным контролем врача. Лекарственное взаимодействие. Картикостероиды могут снижать клиническую эффективность антихолинности разных средств. Примиострение эффективность салицилатов. Эффективность рентгеноконтрастных средств для проведения холецистографии. Клиническая эффективность картикостероидов может уменьшаться под влиянием фенитойна, фенобарбитона, эфедрина и рефампицина.